Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я хочу показать, как сделать вот такой цветочек своими руками из атласных ленточек. Делается он очень легко и просто. Данный цветочек можно использовать в качестве украшения на заколку, резинку. Данный цветочек, именно этот, я сделала в качестве украшения для вязаной шапочки. Минимум затрата по времени. Вот такой замечательный цветочек у нас получается. Для цветочка вам понадобится 4,5 метра атласной ленточки, полсантиметра толщиной. Я уже ленточку порезала на отрезочки небольшие, поэтому вам понадобится еще либо сантиметр, либо канцелярская линейка, либо сантиметр. Затем вам понадобится 2 кружочка фетра. Можете взять один, в принципе, но, честно говоря, я буду прошивать сквозь. И поэтому буду закрывать свои недостаточки, так сказать, второй частью вот этой вот. Если у вас есть клей для лент специальной канзаши, то, в принципе, вам не понадобятся ниточки с иголочкой. Если же у вас их нет, так как я делаю из подручных средств, то нам понадобится ниточка с иголочкой под цвет ленточек. Если же, допустим, у вас молочный, как у меня, цвет, то приблизительно возьмите, допустим, белый цвет ниточки. Также понадобится зажигалка либо спички и небольшая свечка. Можете взять обычную любую свечечку для нам опаливания кончиков, для формирования лепесточков понадобится. Также ножнички и серединка самого цветочка. Это может быть пуговичка, бусинка, страза, пайетка, в общем, как ваша фантазия вам подсказывает. Итак, сделайте отрезочки, отмеряйте на линейке. 20 отрезочков нам нужно по 9 сантиметров длиной. 15 отрезочков по 8 сантиметров длиной. 10 отрезочков по 6 сантиметров длиной. И 7 отрезочков по 4 сантиметра. Вот из вот таких вот отрезочков будет состоять наш цветочек. После того, как вы нарезали отрезочки, начинаем формировать лепесточки. Сворачиваем на пополам наши отрезочки. Немножечко прижимаем краешком пальчиков вот так вот кончики, так сказать, лепесточка. И разворачиваем вот так вот к себе два атласных края. И после этого обжигаем кончики с помощью нашей свечечки. Итак, в общем, сначала опаливаете, вот, еще раз покажу. На пополам сгинаете, немножечко так пальчиком придавливаете. Затем вот так вот разворачиваете красивой атласной стороной к себе. Сформировали лепесточек, снова отложили. Опять берем, вот так вот напополам слаживаем, прижимаем. Вот так вот разворачиваем к себе. Вот вы развернули, у вас напополам сложена была. И просто выгибаете к себе красивыми сторонами ленточку. И снова опаливаете кончики и отлаживаете. И так опаливаете большие отрезочки. Отдельно слаживаете, опаливаете поменьше, затем поменьше, чтобы они у вас все отдельно лежали. Чтобы вы потом, когда будете их пришивать, либо приклеивать, у вас не возникало вопроса, сколько, куда, какие клеить или пришивать. В общем, опаливаете все лепесточки отдельно. Я вам покажу, как мы будем делать сборку самого цветочка. После того, как подготовили все лепесточки, начинаем сборку. Вдеваете ниточку в иголочку, завязываете узелочек и берете один из кружочков фетра. Теперь берем, начинаем с больших лепестков, затем второй ряд будут поменьше, третий ряд еще меньше, и четвертый ряд совсем маленький. Пришивать мы будем, если у вас есть клей для канзаши, то просто клеите по кругу. Я буду пришивать. Начинаем пришивать. Смотрите, большие лепесточки, где-то приблизительно 2 мм от края. Прячьте узелочек где-то под лепесточком, а затем начинаем пришивать. Буквально делать на каждом лепесточке по 2 стежка. Вот так вот, полсантиметра где-то от края, даже меньше, наверное, 2-3 мм. И буквально 2-3 стежка делаете. Вот так вот пришиваете. Затем приставляете второй лепесточек. И так продолжаете. Третий, четвертый, пока не пришьете по кругу, у вас должны поместиться 20 лепесточков. После того, как мы пришили первый ряд, мы приступаем к второму. Второй пришиваем мы немножечко ниже, чем вот этот мы пришивали. То есть еще где-то на пару миллиметриков ряд делаем ниже. И вот, как вы видите, будет постепенно вот так вот у нас придаваться объем нашему замечательному цветочку. После того, как мы пришили второй ряд, берем третий ряд, пришиваем еще меньше лепестки по размеру, немножечко ниже, чем второй ряд. То есть вот здесь вот пришиваем по краю второго ряда третий ряд. Пришив третий ряд, нам осталось завершить, пришить вот эту серединку, 7 последних лепесточков. Самое сложное впереди. Все самое тяжелое уже позади. Самым сложным для меня было, честно говоря, вот эта вот серединочка. Потому что здесь требовалось более такое аккуратное сложение, более нежное. И по ходу приготовления этого цветочка я, честно говоря, переделала здесь делать темную серединку. Поэтому я взяла вот такую вот жемчужную пайеточку. Мне кажется, она более такая нежная и более сюда подходит. Она такая, ну, скажем, романтик получается. И так, в общем, делаете серединку. Если она у вас пришивается, пришиваете. Это либо бусинка, либо пуговичка. Если же у вас просто пайеточка, как у меня, блестящая, либо жемчужная. В общем, вы ее сюда приклеиваете. И тогда мы с вами закончим вот здесь вот убирать наши погрешности пришиванием фетром. После того, как мы приклеили или пришили серединку цветочка, нам нужно закрыть вот эти вот погрешности, которые у нас сзади при пришивании были. Берем второй кусочек фетра. Накладываем вот так вот наверх. И начинаем наметочными такими швами. Убирая лепестки, наметывать и пришивать. Если же у вас не будет пришиваться цветок, а, к примеру, будет на брошке, тогда после вот этого, как вы пришьете, нужно будет еще прошить посерединке, чтобы у вас не создавался эффект пустоты между кружочками, в общем. Итак, пришиваем наметочными швами, а затем я вам покажу, как нам прошить посерединке. Как вы видите, я закончила прошивать два фетра, сшивать. И теперь ниточку с иголочкой вводим посерединке за два фетра и прошиваем вот так вот сквозь два фетра в глубину посерединке. Делаем шовчик такой вперед иголкой, сшиваем. Для того, чтобы я вам еще раз объясню, не было у нас в серединке пустоты. И когда вы будете пришивать или приклеивать безопасную брошку, у вас не будет никаких оттопыриваний, в общем, с внутренней стороны, никаких погрешностей. В общем, прошиваете, будет немножечко туговато идти, но внутреннюю часть, вот так вот посерединке швом. И все, наша брошечка готова. Поправляете обязательно, если захотите поправить какие-то лепесточки, движениями, как бы, как мы вначале перед прижиганием придавливали. Вот вы придавливаете кончики лепесточков и поправляете, как вам хочется. То есть, вот так вот управляете, влево-вправо, в общем, направляете их, как вам хочется. Вот. Поправили брошку, у вас, может быть, лепесточки заходить друг в дружку, поэтому вы их просто вот так вот пальчиками натягивая поправляете. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok